Называется Екатерина Шульман о демократии. Смотрим. Да, если нам ничего не закажут после этого видео по коэффициенту 22 рублей за минуту и выше, на стрим лаг... Во всю Ивановскую. Так. Всё, отлагали. Отлагали вроде бы. Да, я на второй экран ориентируюсь. То есть я вижу, что мы начали лагать. Всё, запускаю видео. Значит, ещё один момент с авторитаризмом и демократии, на который хочется обратить внимание. Такой простой детский вопрос. А чем демократия лучше авторитаризма? Почему вот все говорят, что демократия, типа, хорошо, авторитаризм, это плохо? Может быть, это просто нас тут всех, ничьи, американцы запугали, поэтому мы так и говорим, а на самом деле ничего. Да, может быть, это вообще ложная дихотомия. Никому это в голову не приходило. Что нам показывают исследования, что нам показывает, опять же, режимная статистика и история, политическая история недавнего и более-менее давнего прошлого? В чём преимущество демократии? Значит, ну, во-первых, в среднем они демонстрируют более высокий уровень жизни. Есть теория, что если вы бедная страна, то, может быть, вам лучше быть автократией, потому что тогда вы быстрее проведёте реформы, не растрачивая себя на, значит, какую-то сложную процедуру согласования, тогда, может быть, у вас наступит экономический рост. Мне интересно было бы посмотреть на методологию, вот как это было подсчитано, что в демократиях в среднем уровень жизни выше. Но нет, это не подтверждается реальностью. Значит, даже бедные страны с демократическим правлением демонстрируют более высокие темпы экономического роста, чем автократии, которые начинали с... Она начала с уровня жизни, а закончила темпами экономического роста. То есть, видимо... Окей, ну, хотя она могла оговориться. ...низкого уровня жизни. С гораздо большей вероятностью в бедной стране появится диктатор, появится автократ, который будет просто все ресурсы концентрировать на себе, как мы видим в целом ради страны. Ну, вообще, появление автократов в бедных странах, это как раз следствие предшествующей демократии. То есть, там, именно в результате демократических процессов, в ряде случаев, подчеркиваю, в ряде случаев, к власти приходит автократ. Это именно как раз свойство бедности. Потому что всеобщее избирательное право в стране, где нет среднего класса, это, на самом деле, не очень хорошая идея, и где большая часть населения живет за чертой бедности. То есть, просто так внедрять демократические институты, в такого рода обществах, это, как правило, не очень хорошая идея. То есть, сначала нужно устроить что-то вроде авторитарной модернизации, где бы рыночек, короче, навязывать авторитарными методами. Ну, собственно, этот путь некоторые страны прошли. Наиболее, значит, экономически успешные. Вот в тех регионах, которые они существуют, в частности, там, Восточная Азия, отдельные страны Латинской Америки. Здесь Африки и Латинской Америки, да, и Юго-Восточной Азии. Когда в этих странах наступает демократический транзит, у них наступает и экономический рост. Единственное исключение — Сингапур. Всегда отмечаю. Ну, вообще, как бы, демократический транзит в Тайване, в Малайзии — это, как бы, весьма условно. Потому что там, ну, как бы, формально это все, конечно, демократии, но с очень большими оговорками. То есть, рассматривая эти общества, можно скорее прийти к выводу, что в их случае, в их кейсе, демократия и авторитаризм — это ложная дихотомия. Потому что там, как правило, элементы и того, и другого присутствуют в изобилии. Исключение из этого. Значит, более того, есть принцип, так сказать, пока не знающий исключений закон, согласно которому демократии не воюют друг с другом. А если демократия воюет с недемократией, то она в большинстве случаев... Ну, смотря какие демократии, буржуазные демократии, так называемые, действительно, не воюют друг с другом. А вот более прогрессивные формы демократии — социалистическая демократия, которая там на новом витке исторического прогресса, там самая-самая прекрасная форма демократии. Вот, где вот все действительно там в равенство, справедливость, все охуенно. Вот такие демократии, они друг с другом воюют. Вот, например, социалистический Вьетнам воевал социалистически в Китае. Не, ну это я сейчас шучу, конечно. Про демократию. Потому что понятно, что она под демократией, другое немножко имеет в виду. В демократиях не реже, гораздо реже случаются гражданские войны. Более того, еще более загадочная и труднообъяснимая с точки зрения просто экономической целесообразности корреляция показывает, что когда мы исследуем, например, продолжить... Ну тут тоже это все условно весьма насчет того, что при демократиях гражданские войны не происходят или происходят реже. Потому что в Африке как раз именно те страны, где есть видимость демократического транзита и выборы проходят. Там очень часто бывают гражданские войны, причем каждые 4 года именно когда выборы проходят. Но с другой стороны, прекрасно, да, можно сказать, что африканские вот эти страны, даже которые имеют видимость демократических институтов, это не настоящие демократии, потому что у них вот там нет очень важных институтов, которые есть там в демократических обществах Западной Европы и так далее. Поэтому здесь, в принципе, этой статистикой можно манипулировать как угодно, просто наделяя те или иные страны или, наоборот, лишая их статуса демократии. Используя разные критерии. ...материнскую смертность в различных странах, то мы видим, что корреляция вот этих вот здравоохранительных показателей с наличием отсутствия демократии больше, чем с уровнем ВВП. Понимаете, что это значит, нет? То есть, если у вас демократия, то это больше вас повышает вам продолжительность жизни и у вас меньше помирает младенство материи, чем если вы становитесь богаче. Понимаете? Это больше влияет, политический режим больше... Ну, кстати, с другой стороны... О! А я все думаю, кому же она все это рассказывает? Да, ну она нашла благодарного слушателя. Да, в общем-то, можно объяснить, почему Сингапур является исключением. Потому что Сингапур это, значит, нельзя назвать ни демократией, ни, значит, классическим авторитаризмом, потому что у них меритократия. То есть, у них как бы альтернативная форма политического устройства, которая, в общем-то, отличается, отличается по целому ряду параметров. И от демократии, хотя формально, опять-таки, у них демократия, у них парламентская республика, и от авторитаризма. Вот, потому что, ну, понятно, что в Сингапуре не такой авторитаризм, как вот, там, не знаю, при каком-нибудь Идиамине в Африке был, там, или при Мугабе Роберте. Это очень спортное утверждение, на самом деле, потому что есть мнение, что и даже тоже статистические данные на тему того, что если демократические институты внедрять в обществе, где большая часть населения, она за чертой бедности живет, то все равно в итоге внедрение демократических институтов как раз и приведет к новому, значит, витку достаточно жестокого авторитаризма. Вот. Но, с другой стороны, тогда можно будет сказать, видите, а вот все равно во всем виноват авторитаризм, потому что настоящей демократии ее не было. Или там она была один раз, они избрали, там, президента, а потом он себя объявил пожизненным президентом и стал, значит, авторитарным диктатором. То есть тут, в принципе, понятно, как эти статистические данные, как они себя обнаруживают и, да, как они фиксируются, да, потому что если у нас нищая страна, значит, с демократией, ну, значит, все, вот, она попадает в эту статистику. А если вот, значит, в результате демократических выборов к власти приходит какой-нибудь президент, который объявляет себя диктатором, ну, так все, а это уже не демократия, это уже авторитаризм, понимаете? В этом смысле опыт человечества показывает, что, да, демократии, каковы бы они ни были, они тоже бывают самых разных типов, бывают более либеральные, бывают менее либеральные, но наличие системы сдерживания противовесов и наличие регулярной ротации. Я не знаю, что она называет авторитаризмом с другой стороны, да, потому что сейчас она сказала, что демократии бывают разные, более или менее либеральные, ну, просто дело в том, что авторитарные системы, они тоже бывают разные, то есть авторитаризм это тоже спектр, да, и в рамках авторитарных обществ там тоже есть система сдержек и противовесов, просто она выглядит не так, как, она институционально выглядит, не так, как при демократиях, потому что при демократиях может существовать там то, что мы конвенционально называем разделение властей, конкуренция разных политических партий на выборах и так далее, и так далее. А в случае с авторитаризмом эта система сдержек и противовесов, она выглядит и реализуется через то, что внутри правящей элиты есть разные группы интересов, которые конкурируют друг с другом, да, то есть, грубо говоря, есть там свои условные левые, свои правые, свои ястребы, свои голуби и разные фракции внутри правящей элиты, они, естественно, опираясь на недемократические формы политического противостояния, но, тем не менее, они сосуществуют и конкурируют друг с другом, и каждая из этих фракций имеет свои собственные интересы, помимо интересов, которые их объединяют в единую группу политического эстеблишмента. Поэтому, когда она противопоставляет демократию, где есть система сдержек и противовесов авторитаризму, где, надо полагать, подразумевается, что нету этой системы сдержек и противовесов, но при этом она говорит, что демократия — это спектр, потому что есть более и менее либеральные формы демократии, но надо полагать, что в ее системе ценностей, или в ее аксиоматике, которую она использует, авторитаризм — это что-то вот, значит, унифицированное, монолитное и противопоставленное демократии не только в работе своих социальных лифтов, да, и в том, как там эстеблишмент политический формируется, но и в том, что демократия — это спектр, где есть более и менее либеральные формы демократии, но есть сама демократия, демократические институты, а с другой стороны у нас вот авторитаризм, где вот просто сидит какой-нибудь там, не знаю, батька Лукашенко или кто-то еще там, какой-нибудь эксцентричный мужчина в военной форме, и вот он сам вот всем единолично, значит, управляет. По всей видимости, это так выглядит. То есть проблема в том, что очень многие апологеты демократии, они карикатурно очень представляют себе авторитаризм как политическую систему. Так, пишут, ежа, пора вам на эхо. Не, я выкрасть, меня не возьмут. ...власти, а это сердце демократического механизма все же действительно делает жизнь граждан лучше. Своляет вам дольше жить, меньше воевать, а если воевать, то выигрывать, судя по статистике. И еще, судя по статистике, еще интересная деталь, ни одна демократия на протяжении истории человечества, функционирующая либеральная демократия, не переживала масштабного голода. Так что если вы хотите жить долго, регулярно питаться, и чтобы дети ваши тоже были живы и здоровы, демократия вам выгодна. Чем даже экономический рост... Ну, в случае с обществами, с демократическими обществами, где люди живут долго, они богатые, и они меньше голодают, там дело не только в том, что у них демократия, но и в совокупности других факторов. И теперь на этой позитивной ноте, потому что мы демократия, по крайней мере... Ну, знаете, к сожалению, большинство исследователей относят нас к авторитарному типу правления, но, еще раз повторю, конец 20-го и начало 21-го века очень сильно смешал все эти различные классификации. Да, я как раз хотел сказать, что если у вас демократия, что вы такие бедные? Если ты такой умный, что ты такой бедный? Не, ну, понятно, Россия, да, это скорее авторитаризм с точки зрения вот этих вот всех выкладок. То есть в России нет нормальных демократических институтов. Потому что ни один режим не желает признавать себя авторитарным, и все демонстрируют наличие и альтернативных выборов, и плюралистических СМИ, и какой-никакой, значит, свободы слова и свободы собраний. Ну, наверное, все-таки эта статистика, она базируется не через то, что в авторитарные страны записываются только те страны, которые сами себя называют авторитарными. Потому что если сингапурских политиков послушать, как бы, публичных спикеров, то у них, как бы, тоже демократия, и у них все заебись. Типа, у нас парламентская республика, что вы к нам пристаете? Типа, вот у нас нет демократии. У нас, блядь, демократия. Ничего не знаю. Идите нахуй. Ну, а с другой стороны, да, можно на этом основании вписать тоже Сингапур в эту статистику, сказать, вот у них демократия, и все, и живут богаты тоже. Высокий уровень жизни. Самый низкий процент детской смертности в мире. Значит, самая высокая продолжительность жизни в Юг. То есть, вот, пожалуйста. Вот у людей парламентская республика, видите, каких они результатов добились. Стоило только отказаться от султана, и все хорошо. Какие волшебные вещи творит демократия? Как вы считаете, насколько эффективна была экономика Югославии, которая пошла по пути так называемого рыночного социализма, построенного образом Тита? Я не думаю, что она была особо эффективна. Мне больше нравится экономическое устройство при позднем франко в Испании. Вот там действительно было все весьма неплохо.